У казахстанцев появилась возможность зарабатывать на мировой рекламе. На отечественном медиарынке новый игрок – английский холдинг «Байтайм». Он закупает эфирное время по всему миру у ведущих телеканалов и интернет-порталов и затем продает в розницу мелким рекламодателям. На этой разнице в цене и зарабатывает. Специалисты называют сферу перспективной, приносящей дивиденды, вне зависимости от курса валют и экономической ситуации. При этом стать участником глобального медиарынка и получать прибыль может любой желающий. Анара Нуртазина с подробностями. Официально миру холдинг «Байтайм» был представлен 4 месяца назад, однако уже успел зарекомендовать себя на рекламном рынке. Холдинг выигрывает лучшие международные тендеры по рекламе, маркетингу и продвижению. Сегодня уже «Байтайм» выкупил рекламное время на год вперед на 75 миллионов долларов. Мы покупаем опытом эти самые рекламные время, рекламные блоки на всех мировых каналах и потом впоследствии в розницу распродаем через наших партнеров. Мы приняли решение, что мы хотим этот проект открыть, скажем так, нашу деятельность, открыть простым людям и дать возможность, во-первых, нам собрать больше средств для того, чтобы включить капитализацию компании, выйти, занять на рынки медиа, скажем так, на мировые рынки медиа, более серьезные проценты, более серьезную, скажем так, позицию. Купить частичку эфирного времени теперь могут и казахстанцы. Компания уже зашла на отечественный рынок. С «Байтайм» медиапокупки становятся доступны каждому, без рисков и миллионных вложений. В сегодняшний момент можно с 20 долларами выйти на медиарынок, получить, выкупить в виде медиапортфеля свою частичку на рекламном времени, в результате потом получать с него прибыль. В Казахстане очень большая аудитория. В Казахстане собралось очень большое количество клиентов в компании «Байтайм». В планах нового игрока занять одну из лидирующих позиций на медиарынке. Уже сегодня партнеры компании представлены в 140 странах мира. По словам специалистов, компания обеспечивает стабильный доход, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах. Анара Нуртайзина, Асет Илимбаев, телеканал «Астана» из Алматы.